Дорогие друзья, с нами на связи наш любимый историк, общественный деятель, педагог-публицист Евгений Юрьевич Спицын. Евгений Юрьевич, добрый вечер. Здравствуйте. Евгений Юрьевич, наши зрители вас очень любят, во-первых, потому что вы всегда говорите правду, говорите очень искрометно при оценке любых ситуаций, а во-вторых, многие наши сторонники пришли в движение именно благодаря вам, потому что Николая Николаевича они увидели на ваших передачах, оценили его как ученого, как дипломата, как политического лидера. Поэтому мы вправе вас считать нашим самым лучшим агитатором, тем более, что вы поддерживали Николая Николаевича на выборах в Хабаровске. К вам несколько вопросов у нас. В последнем вашем ролике вы сказали, что судебная власть – это такой институт, куда человек должен идти как на праздник. Вы говорили о каком-то идеальном государстве, или в истории у нас уже был такой опыт нормальной судебной власти? Нет, но если брать мировой опыт, то, конечно, он был. Я, в общем-то, не большой поклонник так называемой западной демократии, но, тем не менее, в европейских странах, в Соединенных Штатах все-таки судебная власть – это отдельная весть власти. Это ярко демонстрирует, ну, например, посадки тех же бывших руководителей государства, глав правительств. Ну, далеко за примерами ходить не надо. Ну, например, Жак Ширак, глубоко уважаемый мною президент Франции, он был осужден, понимаете? Там вот сейчас, сегодня прошла информация, что бывший король Испании, Хуан Карлос, он покинул территорию страны, поскольку в отношении него ведется какое-то уголовное преследование. То есть на Западе, ну, там несколько культура другая, понимаете? Если брать Россию, то у нас тоже были примеры, например, суда присяжных времен Александра Второго. Вспоминайте, как суд присяжных оправдал, например, Веру Засульч, которая стреляла в генерал-губернатора Петербурга Трепова. Дальше вспоминайте советскую власть. Я не говорю, например, о периодах острого классового противостояния, времен гражданской войны, когда действовали революционные трибуналы, но я беру периоды такого спокойного, что ли, развития страны, когда существовали народные суды с участием судьи, и двух присяжных заседателей. Причем я знаю, как эти присяжные заседатели подбирались. Это были люди с производств, с фабрик, заводов, научно-исследовательских институтов, которые действительно уходили в совещательную комнату и принимали коллективное решение. Если, например, какой-то народный заседатель высказывал свое несогласие с решением других членов суда, все это протоколировалось и все это подкладывалось. Более того, были даже такие случаи, когда, например, народные заседатели выступали против решения судьи, и судья вынужден был с ними соглашаться. Понимаете? А сейчас у нас, к сожалению, выстроена система, когда принятие всех решений фактически отдано на откуп одному судьи. Я считаю, что это неправильно. Причем у нас много уровней системы судопроизводства. Там есть и мировые суды, и федеральные суды разного уровня. Но вот у нас так называемое разделение властей, оно, в общем-то, не действует, потому что многие говорят о том, что у нас судебная система, по сути дела, является таким как бы престижным к органам исполнительной власти. И зачастую продолжает действовать так называемое пресловутое телефонное право, и суды просто выполняют указания органов исполнительной власти. Вот и все. И второе я хотел сказать. Понимаете, ну, в теории как бы, и вот в идеальной практике, но эта практика существует, что собой должен представлять суд? Суд – это то место, где происходит состязательный процесс. Я вот это слово хочу подчеркнуть. Состязательный процесс. Между стороной обвинения, которое представлено следствием, и гособвинением в лице прокурора. И противной стороной, то есть защитниками, адвокатурой или общественными защитниками. И те, и другие должны приводить доказательства, доводы, убеждать, опровергать и так далее, и так далее. То есть это должна быть, вот, ну, говоря простым языком, такая содержательная дискуссия. А судья в данном случае должен быть над схваткой, он должен внимательно слушать каждую из этих сторон, задавать какие-то уточняющие вопросы, ну, и так далее, и так далее. Прислушиваться к тем просьбам и заявлениям, которые делают обе стороны, удовлетворять их, потому что его главная задача, вот, по-большому, разобраться в том, кто прав, кто виноват, и вынести праведное решение, справедливое решение. Тем самым будет, ну, как бы, укрепляться авторитет самого суда. Вот главное предназначение суда в моем представлении. Но у нас зачастую суды занимаются не этим. Они уже как по штамповке. Вот у них есть уже какая-то практика, условно говоря, вынесение приговоров по разным судам, по разным статьям, по разным, прошу прощения, статьям и по разным составам преступления. Но они их штампуют. То есть это какая-то рутинная такая... А ведь на самом деле судья – это человек, который вершит судьбы человеческие. Он свое предназначение должен понимать именно так. Понимаете, ему в руки государство дало решение человеческих судеб. А он к этому относится, как, ну, я не знаю, к производству ботинок, что ли, на ОТК. Понимаете, проверять, годность их или негодность. То есть сама вот философия, идеология судебного разбирательства, она извращена до нельзя. Мне вот это чрезвычайно не нравится. И это не только относится, например, к нынешней ситуации там, или к тому, что было 10, 20 или 30 лет назад. Это вообще в принципе. Тогда теряется смысл существования суда. Тогда где людям искать справедливости-то? Вот о чем речь-то идет. И у нас, к сожалению, таких вот неправедных, несправедливых приговоров целый ВОЗ и маленькая тележка. И зачастую действительные преступники, они давно гуляют на свободе или вообще никогда не привлекались к ответственности. Более того, стали респектабельными, очень состоятельными людьми. Понимаете? А многие люди, которые совершили там какое-то копеечное правонарушение, там из мухи слона раздули, навешали столько состава преступлений, и человеку сломали, по сути дела, жизнь. Вот о чем речь идет. Евгений Юрьевич, насколько я понимаю, вы были свидетелем, вы смотрели вот этот процесс в последнем заседании в Басманном суде. Был ли вот этот момент паритета, состязательности между правозащитниками и обвинением? Нет, дело в том, что я, конечно, не был там. Я, во-первых, я неважно чувствовал, но просто не мог поехать. И потом меня туда вряд ли бы кто пустил. Я видел этот в записи, то есть не... По-моему, это не снимали, это записывали на диктофон. На канале у кого-то, то ли у Николая Николаевича, то ли еще где же, я сейчас не помню. Я не знаю, это целиковые записи или нет, но я там слышал только выступление адвоката, довольно убедительное, эмоциональное, и выступление самого Николая Николаевича. А потом какие-то короткие реплики, буквально вот в два слова следователя и генпрокурору, ой, прошу прощения, и гособвинителя. И выступление самого судьи, которое плохо, конечно, я разобрал, но там, насколько вот я помню, было только решение самого судьи без мотивации. А мотивационная часть не прозвучала, по-моему. Она как была представлена в письменном виде, как? Я вот не знаю, насколько это была полная запись судебного производства, понимаете. Спасибо, Евгений Юрьевич. Еще вопрос к вам. Вот вас часто вместе с Николаем Николаевичем раньше приглашали на федеральные каналы в качестве экспертов. Сейчас вся эта публика молчит, ни слова о Платошкине. Понятно, что они выполняют указания сверху, но на ваш взгляд, неужели это какая-то особая лицемерная каста людей, которые дальше будут вести себя так, как будто ничего не происходит? Неужели у нас телевидение и совесть это две несовместимые вещи? Слушайте, ну, дело в том, что Николай Николаевич, насколько я помню, его действительно перестали приглашать на центральный канал, он попал в так называемый черный список, именно тогда, когда он летом прошлого года впервые пошел в большую политику, стал участвовать в выборах или в довыборах в Государственную Думу по Хабаровскому избирательному округу. И вот эта его активная позиция политическая с совершенно очевидными взглядами, она вызвала неприятие, поэтому он стал как бы персоной Нонграда. А меня во многом не стали приглашать, поскольку я сам стал отказываться от поездок на эти ток-шоу из-за того, что они, к сожалению, все больше и больше стали превращаться в какие-то балаганы. По сути дела высказать там какую-то вот такую взвешенную аргументированную позицию практически не удавалось. Тебя всегда перебивали, приходилось повышать голос, чего я категорически не люблю делать. Я начинаю нервничать, теряться. Но я посчитал, что все-таки доводить свою точку зрения, прежде всего, конечно, на события истории, проводить какие-то параллели исторические с современностью, например, я могу и на других площадках, пускай не федерального значения. Хотя нет, например, Радио Россия, это ВГТРК, это федеральная радиостанция, там какие-то другие каналы. И программы, где я участвую один или вдвоем, мне там просто гораздо более комфортно. Мне вот эта вот тупая звездность, условно говоря, вот это мелькание, никому не нужное на экране, оно абсолютно претит. Я не считаю, например, что у нас на центральных каналах, на ток-шоу вот этих известных какие-то настоящие эксперты. Это, как правило, одни и те же люди и за редким исключением, я подчеркиваю, за редким исключением, ну, например, за исключением того же Виталия Третьякова, там, или Карен Георгича Шахназарова, туда ходят люди, у которых, ну, мягко говоря, слишком мало знаний, чтобы выступать в качестве экспертов, и, во-вторых, не очень много мозгов, чтобы выступать в качестве таковых, понимаете, а это в чистом воды шоу, поэтому тоже Николай Николаевич перестал ходить на эти программы, это только ему плюс играло, потому что люди уже многие относятся ко всем этим ток-шоу, как вот, ну, какой-то абсолютно несерьезной, а во многом даже вредной продукции, и перестали давным-давно смотреть, но наши телевизионщики, которые нацелены прежде всего на рекламу, на деньги, а не на просвещение и образование людей, на это мало обращают внимания, поэтому приглашают всяких горлопанов, я прошу прощения, дебилов, я могу назвать, конечно, фамилии, но люди, я думаю, сами разбираются, не глупые, они каждый день одни и те же рожи на разных каналах, у меня вот вопрос, они вообще чем занимаются, среди них есть, кстати, целый ряд депутатов Госдумы, не будем показывать пальцем, они вообще работают в Госдуме законодателями, или они шоуменами работают, пускай они определяются, тогда, где им получать зарплату, и где проводить, так сказать, рабочее время, прошу прощения. Спасибо, Евгений Юрьевич, еще последний вопрос, вы часто даете прогнозы по разным совершенно ситуациям, конечно, вы любите говорить, я не баба Ванга, но я хочу задать вам этот вопрос, какое вы видите развитие ситуации в Хабаровском крае сейчас? Ой, вы знаете, мне вообще трудно сказать, дело в том, что я никогда не был на Дальнем Востоке, это мое упущение, я вот дальше Новосибирска и Средней Азии никуда туда на Восток не летал и не ездил, потому что страна у нас огромная, а здоровье у меня, прямо скажем, не лошадиное, для меня вот перелет там 8-9 часов, это сродни там, знаете, смертной казни, но я надеюсь, когда-нибудь я все-таки побываю в этих благословенных местах, потому что я считаю, что люди, которые там живут, это по большей части люди мужественные, там ведь суровая природа, ведь эти люди живут там уже не один десяток лет, там же полно столыпинских переселенцев, там вот эти вот уссурийские казаки, забайкальские казаки, понимаете, люди, которые охраняли наши рубежи, люди, которые защищали нашу страну и от американцев, и от японцев на этих дальневосточных рубежах, которые соседствуют сейчас с Китаем, тоже, прямо скажем, не очень легкий сосед и такой ситуативный союзник, я бы не стал строить насчет Китая каких-то радужных этих иллюзий, как у нас зачастую это делают, это очень опасный сосед, со своими, так сказать, тараканами в голове, которые имеют большие интересы на нашем Дальнем Востоке, в том числе и территориального свойства, вот, поэтому, не будучи там на месте, мне, конечно, трудно судить о настроениях людей, о реальной ситуации, опираться на оценки каких-то блогеров, журналистов, я, конечно, не могу, это будет нечестно, с другой стороны, меня вот сам этот хабаровский протест чрезвычайно удивил, я был буквально шокирован этим, и потом я понял, что, конечно, люди выходили не столько за фургало, хотя, может быть, он там что-то и сделал, понимаете, даже какой-то маленький посыл в сторону людей, он уже ими воспринимается положительно, а люди выходили прежде всего за свое чувство, своего достоинства, понимаете, вот это вот главное, мне кажется, было, фургал, это лишь был, ну, повод, что ли, для того, чтобы выйти, и потом надо иметь в виду, что Дальний Восток, он всегда был оппозиционно настроен к Москве, с давних времен, вспоминайте, например, голосования в первую Госдуму 93-го года, и там партия Жириновского получила уже тогда наибольшее число голосов, не потому, что они влюбились Владимира Вольфовича, понимаете, а потому, что они тем самым хотели показать свою фигу в Москве всем вот этим либералам, всей этой партии власти, которые тогда олицетворяли Гайдар, Чубайс и компания, они же устроили тогда празднование Нового политического года в прямом эфире и думали, что сейчас победное и триумфальное шествие партии Гайдара, значит, от Владивостока и Хабаровска к Москве, а нет, все обломилось, понимаете, и вот эта вот ситуация, она уже тогда показала, что Москве надо было чрезвычайно аккуратно и чрезвычайно внимательно следить за ситуацией на Дальнем Востоке, это стратегически важный регион, к сожалению, там сейчас происходит депопуляция, каждый год оттуда выезжают десятки тысяч человек, не работает вот этот пресловутый Дальневосточный гектар, надо было задуматься, почему он не работает, почему там происходит депопуляция, а потому что балл там правят по сути дела во-первых полукриминальные кланы, во-вторых план там правит местная буржуазия, а главный интерес местной буржуазии это не развитие этого региона, а извлечение как можно большего количества прибыли, вот и все, поэтому там под нож идут, например, те предприятия, которые убыточны с точки зрения наших буржуев, наоборот, захватываются те предприятия, которые с их точки зрения наоборот будут приносить гигантскую прибыль, идет перекос и в экономике, и в социальной сфере, никто, конечно, не занимается освоением, например, особенно таких вот дальнедоступных там регионов, например, на том же севере Хабаровского края, это же огромный субъект Российской Федерации почти полторы Украины, вот только вдумайтесь, почти полторы Украины, то есть на территории Хабаровского края спокойно могли проживать 50-60 миллионов человек, а сколько там проживает, 2 миллиона? Итого, по-моему, нет уже. Чуть больше. Вот о чем, ну или чуть больше, да, ну вот о чем речь идет, понимаете, поэтому мне кажется вот эти вот все протесты, они были связаны, конечно, не с личностью Фургала как такового, хотя и это имело место, а вот с общим, как бы, знаете, вот у людей копилось вот это недовольство, вот это вот, и вы заметите, кстати, что там я вот специально обращал внимание на то, кто выходил на эти протесты, это в основном свои, в основном своем горожане, хабаровчане очень приличные люди, прилично одетые, прилично выглядящие, люди, которые имеют образование, которые хотят работать, воспитывать детей, это не какие-то маргиналы, которые там в той же Америке, например, занимаются погромом магазинов, там, каких-то офисов, там, поджогами машин и так далее, и так далее, нет, все-все проходило культурно, как говорится, в рамках толерантности и так далее, и так далее, мне даже было приятно, что вот на Дальнем Востоке живут такие вот люди, хотя я слышал разные там всякие, в том числе и от поставленных военных, которые служили, в частности, в Комсомольске, на Амуре, что это типа край, который населен там сплошь и рядом уголовным элементом, да нет, конечно, понимаете, так что вот так вот. Спасибо большое, Евгений Юрьевич, и так, я напомню, что у нас был Евгений Юрьевич, историк, общественный деятель, педагог, публицист, спасибо вам большое. Друзья, я бы, этим бронхитом заболел, поэтому кашляю, извините, ради бога. Мы желаем вам выздоровления, мы желаем вам крепкого здоровья, всего вам доброго, спасибо еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok